Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что качественная вода – это залог здоровья в Керчи заменит сеть водоснабжения. Об этом мы поговорим с нашей коллегой Дарья Зимина на связи. Даша, доброе утро. А в каких районах города Героя проведут работы в первую очередь? Коллеги, доброе утро. Да, как известно, водоснабжение – это одно из самых важных благ цивилизации. И сегодня, чтобы для жителей Керчи эта услуга стала еще качественнее, в городе проводят ремонт инженерных коммуникаций. Как идут работы и на каких улицах появятся новые сети водоснабжения и водоотведения, нам сегодня расскажет Денис Лупу, начальник керченского филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма». Доброе утро, Денис Николаевич. Доброе утро. Ну, для начала хотелось бы узнать по поводу причины порыва труп в городе Героя. Они происходят часто. Вот почему так? Порывы происходят в основном из-за износа трубопроводов, так как на сегодняшний момент, по оценкам специалистов предприятия, износ коммуникаций составляет уже более 80%. Соответственно, происходят порывы. Бригады ремонтные, аварийно-ремонтные, выезжают каждый день, несмотря на выходные и праздники, и проводят ремонтные работы на сетях. Сколько примерно времени уходит на то, чтобы одну аварию устранить? Аварии бывают разные. Некоторые аварии можно устранить за час, некоторые работы исчисляются сутками. Так, на больших диаметрах трубопроводов нужно затрачивать гораздо больше времени, чем, например, внутриквартальная трубопровода. Какими были итоги 2019 года? Сколько удалось поменять сетей водоснабжения и водоотведения? Расскажите нам. Предприятиям, филиалам предприятия за прошедший 2019 год заменено порядка 4 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также проведены работы по чистке приемных резервуаров канализационных насосных станций РКНС и номер 6. Работы продолжаются. Поступает к нам оборудование по распоряжению главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. Поступает новое насосное оборудование. Мы его сейчас устанавливаем. До середины февраля должно уже весь объем оборудования прийти. Думаю, что к лету мы заменим все устаревшее оборудование на насосных станциях и войдем в лето уже без аварийной работы. То есть уже аварий станет как-то меньше? На порядок. Вы сказали, что 4 км сетей было заменено. В каких районах? Это различные районы города. Основная часть была заменена в поселке Джимушкай. Это такие улицы, как Парахино, Ягунова, часть улицы Данченко. А так по всем районам. Планы на 2020 год? На 2020 год. В настоящее время заключен контракт между ГКУ «Инвестстрой» и компанией ООО «Тоннель Геострой». Это компания из Санкт-Петербурга, которая будет заниматься заменой самых аварийных участков водоводов. Это Варшинцево по улице Орджоникидзе. Потом от Верхнего Солнечного до РЧВ «Телецентр». Второй участок. Третий участок. Улица Поветкина от улицы Ульяновых. Четвертый участок. Это от улицы Мирошников вдоль улицы Огородная и на улицу Вишневая диаметром 500 мм. И пятый участок. Это у нас район Буденного, дом номер 19, где тоже происходят утечки. Глубина заложения более трех метров трубопровода. Поэтому ремонтные работы всегда связаны с большим количеством разрытого грунта. Там тоже будет заменен участок водопровода. Дальше в этом году будут разыграны контракты по строительству водопроводов на нашей поселке Маяглики-Жуковка, улица Котовского, подводящий водовод к поселку Аджимушкай, полностью его реконструкции и замена. А также реконструкция насосной станции Аджимушкайской, которая подает воду на весь бывший Ленинский район, поселок Капканы и дальше уже на Маяглики-Жуковку. Хорошо, Денис Николаевич. Я надеюсь, что эти большие планы обязательно воплотятся в реальность. И люди уже будут получать воду без перебоев. В том числе и качество ее станет гораздо лучше повыситься обязательно. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня посетили нашу студию. Мы были рады вас видеть у нас в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Денис Лупов, начальник Керченского филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма». Коллеги, на этом я передаю вам слово. Спасибо большое, Дарья. Мы желаем вам отличного понедельника, бодрой недели, потому что это старт. Я напоминаю, на связи была Керчь и корреспондент Дарья Зимина.